Я сейчас покажу, как при помощи только что изложенной вот этой вот всей науки можно вычислять некоторые величины для правильного многоугольника. Дело в том, что в школьной программе вы, конечно, проходите правильный деньгольник, правильный четырехугольник, это все, конечно, замечательно. Но, вот скажем, такой вопрос. Взяли правильный, ну, сейчас искать его угольник, скажем, пятиугольник, у которого радиус, описанная окружность, ранее делится. Замечательно. Взяли его вершину и посчитали произведение отрезков А, Б и А, С. Сколько получится? И связано ли это как-то с задачами, которые мы с вами сегодня выбираем? Опять-таки, еще раз, я могу продолжить пройти все на счет, и более того, хочу продолжить. Но я хочу сейчас, чтобы вы немножко отдохнули и вернулись к обычной элементарной геометрии. Потому что иначе у вас будет ощущение, что будет у нас какая-то высшая математика, не связанная с низшей. Не бывает. Просто можно потерять, что называется, ну, понятно, да, низ рассуждения, тогда кажется, что вы там математикой ерундой занимаетесь. А на самом деле, вообще, как наука, математика вполне себе содержательная и последовательная. И, как бы, если люди говорят о каких-то высоких терминах, это потому, что они понимают, как это на самом деле сказать. Так вот, что такое А, Б умножить на А, С? И можно ли для многоугольника? Вот представьте себе, у вас есть окружность, разбитая, я не знаю, на 11 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот, правильный одиннадцатиугольник, вписанный в окружность радиуса 1. А нас интересуют вот эти вот отрезки, проведенные из вершины, вот сюда вот, вот эти вот пять отрезков. Ну, почему пять? Потому что вот эти вот, они что? Они такие же. Поэтому, если мы найдем произведение этих пяти, то и произведение этих пяти мы тоже найдем. Кто поймет, что на самом деле я сегодня это рассказал? Если вы знаете N корней многочлена, давайте-ка вспоминать. Если вы знаете N корней многочлена, то в таком случае скажите мне, пожалуйста, как разлагается этот многочлен на мнение множители. Понимаете или нет? Вот, поехали. Z квадрат минус один, это Z минус один на Z плюс один. Это все понимают? Молодцы. А значит, Z минус один, это Z плюс один. Ну, это не велико, ну, конечно. Хорошо. Z квадрат минус один. У него есть N корней. Z минус один. Z минус эпсилон. Все помнят, что по эпсилон, да? Для случая N равно 3. Это минус одна вторая. Помните, да? Плюс колье из трех и полового. И на Z минус эпсилон квадрат. Согласны? Замечательно. А теперь, внимание. Значит, Z квадрат плюс Z плюс один, это Z минус эпсилон умножить на Z минус эпсилон в квадрате. Господа, что-то шутками. А Z в четвертой минус один, это, между прочим, Z минус один на Z плюс один на Z минус и на Z плюс один. Объясняю, это так всегда для любого N. N множителей, дело в том, что когда у вас у многочлена есть корень, то многочлен делится на Z минус этот самый корень. Это так называемая теорема безу. Давайте я на следующий случай напомню. Теорема безу. Теорема безу. Если у нас какой-то многочлен в точке А в т.к. равен N, то этот многочлен делится на X минус альфа. Всем понятно? Всем понятно? Доказательство очень простое. Возьми уголком поделить, напиши здесь многочлен, уголком пиши X минус альфа. Вот здесь будет какой-то многочленный парень, да? Вот, получишь какое-то частное там P от X и какой-то остаток. Остатком будет какое-то число R. Замечательно. Значит, по определению деления с остатком, верно следующее равенство, что F от X, это есть X минус альфа, умноженное неполное и частное, плюс тот самый остаток, тот самый четвертый. Отлично. Подставь вместо X альфа. Получится здесь F от альфа, то есть 0. Здесь альфа минус альфа, то есть тоже 0. Значит, я могу... Когда мы вместо X подставим альфа, получится, что F от альфа это R. Ну, альфа, F от альфа 0, поэтому 0 равен R. Значит, действительно делится. Ну, а если, ну, конечно, делится и на это, 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 и он четвертой степени, значит, это просто произведение. Значит, если мы на Z минус 1 сократим, мы получим такую штуку. Z плюс Z квадрат плюс Z плюс 1. Внимание, это что такое? Это Z плюс 1 умножить на Z минус I и на Z плюс I. Господа, а для случая пятой степени? А для случая пятой степени будет равно, как это то же самое. Смотрите, вводим систему координат. Вот это у меня ось абсцисс, ну, в общем, понимаете, я немножко время нарисовал, конечно, да, вот так будет система координат. Вот, это ось абсцисс, это ось ординат. Берем многочлен X в пятый минус 1, он разлагается на X минус 1, а также на такие скобки. X минус ε, X минус ε квадрат, X минус ε в куб, и X минус ε в четвертой. Отлично. Делим обе части на X минус 1, и получаем роскошную штуку. X в четвертой плюс X в кубе плюс X в квадрат плюс X плюс 1. Оказывается, это есть произведение вот этих вот четырех множителей. Можно я их буду переписывать? Буду тогда не есть. А теперь подставляем вместо X в единицу. Кстати, обратите внимание, казалось бы, здесь нельзя тогда подставлять, но я же поделил уже, и это уже раньше для многочленов. А раньше для многочленов было всегда для любого X. Значит, вместо X подставляем единицу. Здесь у меня получается число 5. Очень хорошо. А здесь получается такое забавное произведение. Давайте я спокойно напишу. 5 это 1 минус эпсилум умножить на 1 минус эпсилум квадрат, на 1 минус эпсилум куб и на 1 минус эпсилум четвертый. Господа, ну что такое 1 минус эпсилум? Это вот этот вот вектор. Эпсилум это вот здесь, а 1 это вот здесь. 1 минус эпсилум это вот этот вектор. Что такое 1 минус эпсилум квадрат? Это вот этот вектор. 1 минус эпсилум куб это 1 минус эпсилум четвертый вот этот. Произведение этих четырех векторов это пятерка. Аргументы вот этих компенсируют друг друга, а вот эти компенсируют друг друга. Реально произведение длин этих четырех векторов это пять. Произведение этих это сколько? Валентийте. Правда, не жалую? Мы для произведения отрезков получаем формулу из алгела. С хода скажете, какой будет ответ? Какой не ответ? Потому что здесь будет ровно то же самое, только будет x в одиннадцатый минус один делить на x минус один. То есть вот эта длинная многочинка будет x в десятый плюс x в девятый плюс x в восьмой плюс и так далее плюс x в плюс один. Очень хорошо. Я давайте выпишу вам соответствующую формулу и вы, что называется, подумаете и ее поймете. Формула такая. Ровно из тех соображений, которые я сейчас только что рассказал, оказывается, можно доказать следующую замечательную формулу. И так далее. Если n нечетное, если n нечетное, корень из n это есть 2 в степени n минус 1 пополам умножить на синус пир из 9 на n, синус 2 пир из 9 на n и так далее и так далее, синус n минус 1 пополам пир из 9 на n. Давайте поймем, почему это равенство действительно очевидно. Вот у нас есть n-угольник. Почему важно, что n нечетное? Потому что напротив этой вершины на самом деле у нас нет вершины. Понимаете, да? Если n было четное, то напротив лежала вершина n-угольника. А у нас на самом деле ситуация такая. Вот одна сторона-угольника, вторая сторона, третья, четвертая и так далее. Вот, отлично. Мы пишем следующую штуку. z в n минус 1, это есть z минус 1 умножить на z минус епсилон, z минус епсилон квадрат, z минус епсилон в это... Понимаете, да? Делим на z минус 1. Это я уже все объяснял. Это будет z в n минус 1, z в n минус 2 и так далее, плюс z плюс 1. Это будет вот это все. Нужно опять немного переписывать. А теперь самое главное. Вместо z подставляем единицу. Здесь получаем n. Но это произведение чего? Это произведение вот таких вот отрезков. Понятно? Это произведение вот таких вот отрезков. Замечательно. Чему равен вот этот пункт? 2π разделить на n. Потому что всего у нас здесь 2π, а это это значит 2π разделить на n. Отлично. Чему равна половина этого? 2π разделить на n. Если здесь единица, то чему равен 1 отрезок? Синус π разделить на n. Увидели? Замечательно. Но нас интересует не этот отрезок, а этот. А он в 2 раза больше. Так вот то, что в 2 раза больше, это накопилось вот сюда. Потому что у нас как раз n минус 1 этих самых отрезков. Корень почему? Это потому что мы рассмотрели только вверху половину. Ну давайте как здесь мы рассмотрели 2 отрезка из 4. Вот. Поэтому есть во всех расчетах накопилось в n минус 1. Половину накопилось в n минус 1 пополам. Ну естественно, если следующий будет в 2 раза больше, следующий будет в 3 раза, последний будет в n минус 1 пополам раз больше. Так. Все поняли? Все поняли. Отлично. Теперь давайте посмотрим, а что будет, если n чёрт? Опа! А здесь нет. Ужас. Какой удар. Какой страшный удар по мне нанесли, ребята. Конечно, скорее. Ужас. Или есть способ спастись? Нет. Что будет, если у нас 2-й член? Ну всё равно, мы все. Во сне угольника. Вот давайте, во сне угольника. Ребята, я близок к провалу. Что делать? Какие здесь отрезки? Такой. 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 Согласны? И такой. Он ранен. А так же. Такой. Такой. И такой. Слушайте, а что это такое? Как это написать форму? Синус, минус 2. Синус 2. Покажется прекрасно. Здесь не будет n-1. Как написать для этого? Если честно, это будет n-2. Согласны? Отлично. Синус n-2 пополам. Пи разделить на n. Это вот я написал. Эти три отрезки. Ну, для 8-3. А в общем случае, соответственно, n-2 пополам. Отлично. Так чему же равно отлично? И, точнее так. Насколько это надо умножить, чтобы что-то хорошее получилось? Ну, наверное, на 2 в степени. Н-2 пополам. Согласны? Или нет? Согласны. Так вот, ребята, если это возвести в квадрат, то это будет произведение вот этих вот шести отрезков. Помечайте. А теперь вопрос. Чему равно произведение семи отрезков? Согласны. Согласны. Ну, кстати, оно равно корню из n. По-прежнему. Да? Произведение их равно корню из n. Значит, если разделишь на 2. Ну, почему? Просто n. Значит, если n разделишь на 2, и из этого еще корень из-за чушь. Н-2. Какие эмоции? Идею поняли? Так вот, ребята, если вы для маленьких это возьмете, то вы вдруг обнаружите, что это и есть те самые трудные примеры тетонометрии, которыми буквально шуток. Объясняю, что вы делаете. Вы вместо n ставите конкретное значение. Ну, скажем, вместо n пишите число 7. Или вместо n пишите число 9. И вы получаете задачу по тригонометрии, которую, разумеется, можно решить, если писать разные тригонометические формы до углона. Но, когда сейчас я вам это объясняю, вы понимаете, что это следует, что называется, сразу дать. А когда вы пытаетесь, не понимая вот эту кваспорту, а многоугольник решить, то, естественно, что у вас все получается гораздо дольше. Так, теперь еще одно. Слушайте, а вот что будет, если я возьму и захочу узнать произведение не отрезков А, В и А, С, а произведение отрезков Е, В и Е, С, где здесь отрезок А, Е, Р и Е, С. Вот продолжаю. От центра окружности сюда. Может кто-то устно сказать произведение этих двух отрезков или нет? Это легко. Чтобы вы уж по-настоящему поняли эту штуку. Что надо сделать, если вас вдруг заинтересовало произведение длин отрезков от точки 2? Ребята, вас что сейчас заинтересует реально? Вас интересует, сколько будет 2 минус епсилон умножить на 2 минус епсилон в квадрат, на 2 минус епсилон в квадрат и на 2 минус епсилон в квадрат. Согласны? Неужели вы не помните, что это такое? Это 2 в четвертой плюс 2 в кубе плюс 2 в квадрате плюс 2 плюс 1. Согласны? Так, а это сколько? 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 16. Сколько? 31, конечно. Это 31. Значит произведение этих двух отрезков это что? Корень с 31. Правда, что вы бы замучились это считать? Правда. Отлично. 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 Отлично.